17 декабря в общественно-культурном центре пройдет очередной фестиваль детской моды поколения Next. Пройдет он уже в шестой раз. Как он будет проходить, в каком формате, а он будет немного другой. Мы сегодня поговорим с организатором Светлана Никонова. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот два года не проводился фестиваль. Вот сейчас такое тяжелое, говорят, все время сложное, а вы решили провести. В прошлом году не было в этом, решили? Я думаю, что кризис имеет кроме отрицательных и положительных моментов. Мне кажется, что в момент тяжелого, как вы говорите, времени, очень многие могут мобилизироваться, объединяться. Поэтому в этом году, мне кажется, даже проще все сделать в этом отношении. Потому что момент организации, он очень большой. Кроме того, что нужно, вот зрители видят только картинку, да, к нему нужно подготовиться со всех сторон, организовать большое количество служб, людей. И очень многие идут навстречу, потому что кризис как-то, и мне кажется, вот этот момент объединения, он дает очень большой положительный момент. Поэтому для нас, с одной стороны, это даже легче. А как же с модой в кризис, детская мода? Сейчас вот как-то все... Кризис это вообще стремление к упрощению есть. Возможно. А что с детской модой вот в этом смысле? Я думаю, что, ну, во-первых, те, кто работает в сфере детской моды, а мы непосредственно сейчас говорим про магазины, которые торгуют детской и подростковой одеждой, ну, во-первых, они все существуют. Продолжают работать. А в любом случае линейки сезонные предоставляются, они все работают. Вот, поэтому мода есть, и она ее пока никто не отменял. Магазины работают, люди покупают. Вероятно, конечно, не так хорошо, но тем не менее. А дети, и в частности подростки, для них жизнь вообще не стоит на месте. Они каждый день пытаются думать, как это происходит. Да, и у них меняется тело, у них меняется взгляд на жизнь, поэтому они в поиске. Для них нет понятия кризис, мне кажется, потому что они думают, как это сделать лучше, как сегодня войти во взрослую жизнь, как выглядеть по-другому. Вопрос цены, конечно, для родителей. Однозначно, однозначно. Но ведь здесь есть и положительная такая вещь, что вот дети могут найти родителей, найти что-то, что они до сих пор не предполагали, что вот может такая одежда подойти, да? Вот такие модели. Это с полной уверенностью могу сказать, что да, потому что на примерках, которые мы проводим для детей, и в частности для детей немножко проще, потому что родители формируют вкус, они говорят о том, что нужно, хотя очень многие говорят, тебе нравится, да, тебе, как ты себя в этом чувствуешь. Здесь, конечно, проблема для детей, которые старше, скажем, 11 лет. Здесь они для себя, и дети, и родители открывают какие-то новые моменты, как можно выглядеть по-другому, не только в толстовке и в джинсах. Поэтому через примерки это однозначно идет формирование вкуса и поиск каких-то новых решений для себя. Кто определяет, какую одежду показывают на фестивале поколения Next? То есть это же своеобразный ориентир, да, получается, для людей, которые сидят в зале, смотрят, что, ну, то есть подиумная как бы тема. Мы живем в городе, в котором живут люди, в котором работают те магазины или иные, поэтому когда мы говорим, что начинается отбор заявок на фестиваль Next, прием заявок, мы принимаем все заявки, которые нам дают магазины, которые в этом направлении работают. Показывается одежда из магазинов, которая показывает, а потом возвращается обратно. Да, конечно, поэтому формируют те, кто живут в этом городе. Магазины, дети, да, участники, таким образом происходит. Вы отсматриваете заявки? Однозначно, что мы не можем сказать, нет, вы не будете участвовать. Почему нет? Потому что одежда там, старая коллекция, не знаю, что еще такое есть. Ну, это принципиально старая или новая коллекция для вот вашего ребенка. Удобство, прежде всего. Конечно, абсолютно не играет роли вот для детей, да, скажем, старая или новая коллекция. А вы знакомы с заявками? Вот вам нравится то, что продают сегодня в детских магазинах, детской одежды? Я избирательно отношусь к тому, что продают. Ну, как и в любой родитель, наверное. Да, поэтому я могу сказать, что я лично для своих детей формирую определенные вкусы, поэтому я не могу сказать, что меня устраивает все, да, поэтому избирательно. Ну, то есть люди, которые будут сидеть в зале, будут также избирательно смотреть, что-то выбирать для себя, как и на любой модель на показе. Конечно, да. Наша задача сформировать образ каждого ребенка так, чтобы он был относительно в моде, да, комфортен. Поэтому мы прилагаем к этому максимуму усилий. И я могу сказать, что те коллекции, которые примеряются, конечно, в первую очередь магазины заботятся о том, чтобы одежда была модная, интересная. Поэтому там будет что посмотреть. Хорошо заботятся наши магазины об этом. И я думаю, что это в их интересах, конечно. Я могу сказать, что там достаточно модные вещи присутствуют. На столь процентов вы одеваете своих детей в наших благовещенских магазинах. Вот какое вот соотношение вообще? Чаще всего я одеваю своих детей не в благовещенских. Почему? Потому что, ну, здесь просто, очень просто. Потому что в городе ты имеешь мало времени как-то вот заняться шопингом, пойти прогуляться, посмотреть. Вот сейчас моя дочка выросла, и мы можем себе это позволить, когда мы вместе можем пойти и что-то ей приобретать. Чаще всего это происходит в поездках, когда чуть больше по времени, чуть больше возможностей. То есть вы планируете этот шопинг? Получается, да. Когда ты уезжаешь куда-то, ты планируешь, там больше возможностей, чаще всего. Но не могу сказать, что только там. Потому что здесь это тоже происходит. Нет ли опасности, что дети, которые участвуют в таких модных показах, прививают всем такой шопоголизм какой-то? Нет, я вообще с этим не согласна. Потому что, ну, как шопоголизм? Абсолютно для них это не играет роли, потому что важно привить уверенность в себе, умение правильно одеть на себя тот или иной, примерить, так сказать, тот или иной образ, прочувствовать, что ты можешь быть немножко разным. И только вот это дает возможность быть в жизни как-то вот самодостаточным, мне кажется. Никаком шопоголизме не идет вообще, мне кажется, Ариша. Ну вот в этом модном показе поколение Next принимает участие как дети из студии, детской студии «Жираф», так и дети из обычных школ, проводили набор, да? Насколько быстро схватывают обычные дети, которые не видели, не были на подиуме, вот эти все правила? Честно говоря, вот я уже много достаточно об этом говорила. Моя личная позиция и позиция всех, кто работает в организации этого мероприятия, мы никогда не думаем о том, чтобы дети были модельного варианта. Поэтому те, кто ходит на наши мероприятия, они четко видят картинку, что у нас модели все разноплановые. И эту же точку зрения мы всегда позиционируем, когда вывозим своих детей на какие-то фестивали моды. Это только в профессиональном сообществе моды, да важны быть стандарты. У нас их нет, потому что дети все разные. И на сцене наши модели все разные. Они могут быть очень худые, достаточно плотные. Они могут быть совершенно разными. Никаких стандартах, я вообще считаю, речи не должна идти. Поэтому мы даем возможность любому ребенку попробовать на себя этот образ. Я хочу быть моделью, я хочу продемонстрировать. Если вы посмотрите на девочек, мальчиков, девочек в особенности, ну с рождения, наверное, одевают туфли мамы, да, примеряют на себя. И что-то там еще и крутится перед зеркалом. Поэтому это какое-то врожденное, наверное, даже вот качество для девочки. Поэтому мы объявляем кастинг, к нам приходят, мы отсматриваем детей. Конечно, не всех берем, потому что для этого нужно тогда очень большое количество. Мы все равно ведем небольшой отбор, потому что дети, которые могут по времени позволить, потому что все занимаются где-то, для них вопрос времени стоит остро. Ну и, соответственно, которые имеют, так сказать, желание поучаствовать в этом. Не просто перейти через какой-то там комплекс или зажим, да, а вот я хочу. Ну, всех моделей набрали, получается, уже, да, высокий старт, уже 17-го числа, уже сам фестиваль, да? Но есть еще дети, которых вы ждете. Расскажите, что это за дети? Это новшество этого года? Да, мы занимаемся вопросом. Лично мне, как организатору, хотелось бы очень сильно привлечь детей с ограниченными возможностями. Ну, слава богу, что у нас появилось, не у нас, а вообще в России, да, мы видим, что идет открытая среда, доступная среда для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями. И в этом направлении, мне кажется, должны многие работать. Поэтому, конечно, по своему глубокому убеждению, в том, что моделями должны быть не все стандартные люди, то есть абсолютно нестандартные могут быть. Ну, вообще все разные. Все разные, да. Поэтому я думаю, что такие дети тоже имеют место быть и участвовать в нашем мероприятии. Есть определенные сложности по поиску таких моделей. Почему? Почему? Потому что, как показало решение этого вопроса, у нас нет какого-то объединения детей. А что, нет такого общества родителей детей и инвалидов? Вот, в частности, мы не нашли, так скажем, мы знаем, что есть взрослые. Мы по этим вопросам работали со взрослыми организациями. Нам сказали, что есть организация, которая занимается детьми-инвалидами, ну, как глубоко инвалидами, да, скажем, с ограниченными особенностями. Вот, и когда я звонила в эти организации, мы говорили, что эти дети, может быть, наверное, не смогут поучаствовать. Вот. К сожалению, как мне сказали, что нет организации, где бы мамы объединялись, и через родителей можно было найти таких детей. Поэтому, конечно, пользуясь случаем, я понимаю, что до мероприятия стало совсем, мало, но вдруг, как мне сказали, каждый свою проблему решает в своей семье. Но вдруг кто-то увидит наш сюжет и подумает, что мой ребенок достоин того, чтобы он вышел на сцену и попробовал, да, открыл эти новые двери, скажем, в другую комнату. Мы готовы. Звоните по телефону 21-55-44, и мы с удовольствием примем любую заявку. Мы приедем, посмотрим, вы к нам приедете. Если будет возможность, то мы поработаем с такими детьми в качестве модели. Мы только за. Но даже если не получится, мы можем пригласить в качестве зрителя, чтобы ребенок это посмотрел, что это такое. И, может быть, на следующий год наша совместная история получится. Да, в более широком масштабе, да? Ну, спасибо большое, Светлана. Вы хорошее начинание реализуете, да? Я думаю, что все-таки есть эти дети, и не нужно прятаться дома. Абсолютно, да. И каждый в своей семье решает свои проблемы. Тоже неправильно. Потому что, действительно, все мы разные. Что говорить? И все должны жить хорошо. 17 декабря в общественно-культурном центре состоится фестиваль детской моды «Поколение Некст». Мы говорили со Светланой Никоновой, организатором, как это будет проходить. И вот если действительно найдутся такие желающие детки, желающие родители, то почему бы не добро пожаловать на подиум? С удовольствием. Мы приглашаем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова